Знаменитый в Самаре художник, фотограф и краевед Константин Головкин в начале 19 века принялся осваивать новое для себя ремесло – архитектуру. Вместе с профессиональным зодчим Валентином Тепфером они спроектировали уникальное в своем роде здание. Дача купца Головкина первоначально построена в стиле австрийского модерна. Визитной карточкой дачи являются знаменитые слоны и бюст девушки. В народе ее назвали паночкой из-за несчастной судьбы. По одной из легенд – это любовница купца Головкина, которая покончила жизнь самоубийством. Но легенда заставляет себе усомниться, ведь каждое лето здесь, на даче, купец проводил вместе со своей семьей. Есть легенды, касаемые этих самых знаменитых слонов. Якобы в одном из них хозяин дома замуровал семейные фото и план дачи, который до некоторых времен был недоступен. Вообще дом полон всяких разных легенд, и именитые архитекторы называли его «дом-миф». Фигуры слонов и паночки – дело рук самого Головкина. Судя по всему, купец был творческим человеком. На вершине башни, откуда открываются вдохновляющие волжские пейзажи, находилась его мастерская. Эти стены повидали многое, а в годы гражданской войны здесь располагался госпиталь, позже – детский дом. В советский период сюда водили экскурсии, молодожены устраивали фотосессии. После многочисленных перепланировок здание сильно изменилось изнутри. После ряда преобразований уникальные интерьеры остались лишь воспоминанием. Сегодня остается только фантазировать, как здесь было раньше. Вот, например, стены были разных цветов, их украшали женские изображения. А вместо сцены здесь была беседка, что и обуславливает наличие наружных окон. Сегодня памятник федерального значения переживает не лучшие времена. Уже больше десяти лет дом пустует и, как следствие, приходит в негодность. Чтобы не допустить разрушения такого знакового особняка, решено создать здесь архитектурную школу Самарского политеха – школа шелкового пути. Я по опыту твердо знаю, если ты не придумываешь, не находишь какую-то концепцию, как использовать объект культурного наследия, находящийся в бесхозном состоянии, то просто восстановить его для того, чтобы он дальше стоял и опять же без жизни начинал разрушаться – это бессмысленно. Не просто восстановить памятник объекта культурного наследия, а наполнить его новым смыслом, новой жизнью, так, чтобы он начинал работать на город, на регион, на страну. Часть средств, необходимых для реставрации, уже есть. Их выделит партийный проект «Историческая память», координатором которого является депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Оставшимися деньгами обеспечит федерация. Для этого дом передадут в собственность Министерства образования России. Уже в этом году объявят конкурс на поиск проектировщиков. Затягивать с реставрации не будут. Начнут сразу же после появления проекта. В реставрационных работах смогут принять участие самарские студенты-архитекторы. Мы здесь планируем сделать и музей Головкина, небольшое пространство занять под музей, и сделать постоянно действующую высочную экспозицию работ, архитектурой, которые будут выполнены и на этих международных школах, и наших собственных работ и проектов, которые делают наши студенты. Доступна знаменитая дача со слонами будет не только для студентов, но и для всех самарцев. Мария Левина, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова